Протоколирование запросов То есть, как узнать, по какому алгоритму СУБД, вообще-то говоря, будет выполнять запрос Что она с ним дальше будет делать И о том, какие вообще есть варианты Какие есть стратегии выполнения запросов, стратегии джойнов и так далее Значит, начнем с индексов Для чего они нужны? Если представить базу данных, ну, таблицу базы данных, скажем, как записную книжку телефонных номеров И мы кого-то там хотим найти, то оглавление, где по имени будет указана страница, на которой находится данный человек Это, в общем-то, будет индексом То есть, это самая простая аналогия, которая есть То есть, телефонный справочник — это вполне себе хороший вариант индекса Оглавление книги — индекс Предметный указатель в конце книги — тоже типичный вариант индекса в реальной жизни Для чего оно используется? Оно используется, во-первых, для того, чтобы делать быструю выборку Для того, чтобы делать сортировку Для того, чтобы делать объединение таблиц Для ускорения таких вещей, как поиск минимума, поиск максимума И, значит, еще иногда индексы можно использовать для того, чтобы читать меньше данных с диска То есть, когда одни и те же данные находятся и в индексе, и в таблице Если мы читаем индекс, обычно он меньше И читать его быстрее Значит, есть несколько вариантов индексов Самый классический, который будет использоваться, наверное, в 90% случаев Это дворичное дерево, сбалансированное дерево, B3 Суть его в следующем Когда идет индекс по какому-то полю, либо группе полей Он выстраивается в дерево С одной стороны значение больше, с другой стороны значение меньше И вот такая вот упорядоченная структура Этот индекс создается по умолчанию Если тип индекса явно не задан То есть, всегда создается B3 Он не требователен к самим полям То есть, ему нужно, чтобы поле имело возможность сравнивать на больше-меньше На равенство И, в общем-то, тогда его можно построить Пример его создания Примерно вот такой Создать индекс на имя таблицы Алгоритм, по которому мы создаем индекс По умолчанию будет B3 То есть, using B3 можно не указывать И поля, по которым будет индекс В этой ситуации дерево будет построено таким образом Что на первом уровне будет last name Потом глубже будет first name И еще глубже будет дата рождения В самом индексе хранятся ссылки на страницы В которых лежат записи На сами записи физические То есть, в индексе хранится информация о том Какие поля Ну, о значениях проиндексированных полей И ссылка на саму запись То есть, вся запись целиком в индексе не хранится При этом В случае с деревом Внутри индекса хранится все значение поля То есть, если у нас есть индекс по фамилии, имя, отчеству Там, дата рождения То в индексе будет лежать целиком фамилия Целиком имя, целиком отчество И целиком дата рождения Чем он полезен вообще? Первое Можно искать по полному ключу То есть, если нам, допустим Вот взять вот этот вот простой пример И найти нужно персонажа Ален Мерли То мы можем посмотреть Где у нас тут Ален Ален Куба С какой стороны находится Явно до Ален Мерли И идем сюда Астар и Анжела После Соответственно, проваливаемся внутрь И таким образом находим эту запись То есть, через некоторое Ну, методное деление пополам По сути Вот Запись Если мы хотим проходить по порядку То тоже проваливаемся вглубь Идем И вот рекурсивным обходом Можем пройти все Ветви И получить все значения Которые есть В нужном нам порядке Соответственно Поиск по полному значению Поиск по префиксу Поиск по диапазону Значений С такого-то по такое-то Поиск по совпадению Префиксной части И, в общем-то Возможность запроса Только по индексу То есть, например Если у нас здесь Мы захотим получить Персонажа Дату рождения От персонажа Астар и Анжелина То нам достаточно этого поля индекса Нам не нужно смотреть Саму запись Вот Это достаточно важное Его свойство Вот Что нельзя Нельзя делать Выборку по Левой части ключа То есть Касательно того примера Если мы захотим Получить какие-то данные По всем людям У которых Дата рождения Там 1 января 2010 года То нам этот индекс Никак не поможет Нельзя пропускать Какие-то столбцы В этой ситуации То есть Если мы знаем имя И знаем дату рождения То нам нужно Ну и знаем First name Это он что А Last name Фамилия Если мы знаем фамилию И знаем дату рождения То этот индекс Нам поможет Посмотреть только по Будет использован Только для Сравнения по фамилии Дата рождения Опять-таки В дате рождения Он нам не помогает Вот И Хитрые поиски В диапазоне Оптимизация Поиска в диапазоне Тоже не получается То есть нам Весь этот диапазон Надо посмотреть целиком Если мы что-то хотим Это вот Индекс B3 Обычный индекс Который Используется Вот В 90% Случаев Следующий тип индексов С которым Придется сталкиваться Это хэш-индексы Явно они Почти никогда Не создаются Но тем не менее Они активно используются Значит Суть хэш-индекса Проста Есть ключ По ключу Считается хэш И дальше Уже Этот хэш Ссылается К хэшу Прикрепляется информация О том На каких записях Значение с этим хэшем Встречается Создается он Примерно следующим образом Create индекс Using хэш Значит Отличительной особенностью Хэш-индексов Postgres Является то Что он Не пишется В журнал транзакций То есть Использовать его Для обычных таблиц Которые вот лежат в базе Нельзя Ну В принципе конечно можно Postgres на это ругается Говорит Ай-яй-яй Не делайте так И лучше его послушать Лучше его действительно Так не делать Для временных таблиц Этой проблемы нету Потому что Временные таблицы Существуют только В рамках Сессии И если произошел Какой-то сбой Этой временной таблицы В любом случае Не будет То есть Информация о том Что индекс будет Ну Проблемы Того Что таблица И индекс Не будут соответствовать Друг другу Не возникнет То есть Нет таблицы Нет проблем В случае Если это обычная Постоянная таблица И произошел сбой То индекс Будет не соответствовать Таблице Это очень нехорошая ситуация Значит Выглядит он Примерно следующим образом Есть у нас табличка Имя Фамилия Мы сделали Индекс По имени Дальше Вычисляются Хэши И индекс Будет выглядеть Примерно так Значение Указатель на строчку Значение Указатель на строчку Значение Указатель на строчку Значение Указатель на строчку очевидной проблемой в данном случае является то что хэши дают коллизию то есть если мы хотим найти всех пользователей с именем барон то мы посчитали хэш нашли все строчки которые соответствуют этому хэшу мы должны также прочитать сами записи и убедиться что мы именно это значение к счастью вот вот эта процедура убедиться что там именно те значения которые мы прочитали в индексе она скрыта с наших глаз и суда делают это автоматически но тем не менее это значит что мы не можем использовать данный индекс для того что без использования самих данных то есть нельзя использовать индекс чтобы избежать чтение строк читать строчки мы должны в любом случае хотим мы этого или нет хэш индексы нельзя использовать для сортировки потому что порядок там в общем-то случайный вот хэш индекс не может искать по префиксу по суффиксу то есть только по полному совпадению хэш должен совпадать то есть единственная операция которая понимает это равенство неравенство и в общем-то все вот хэш индексы работают очень быстро в этом их наверное основной плюс и субэдэ активно используют хэш индекс для джоинов то бишь если мы делаем джоин какой-то и нет нету других индексов то субэдэ построит временный хэш индекс по одной таблице хэш индекс по другой таблице потом сделает джоин эти два индекс выбросить то есть они также они активно используются для всякого рода запросов которые вот в которых субэдэ не может воспользоваться имеющимися индексами она активно используют вот эти вот временные хэш индексы и еще раз повторюсь они не пишутся в лог транзакции поэтому в случае сбоя беда печали не используйте индекс хэш на боевых таблицах и на так делать значит с хэш индексом все более-менее понятно с дворичным деревом тоже все хорошо возникает проблема есть некоторые типы данных которые на дворичное дерево и на хэш индекс не ложатся вообще никак в принципе например мы сохранили в базу географическую точку координаты города и найти все города попадающие в какой-то какую-то область по при помощи индекса с деревом либо вот хэш индексом как-то вот не получится ну хэш индекс понятно с дерево можно вы выстроить дерево по одной координате по другой координате в общем то но если у нас будет там не точка какая-то более сложная конструкция типа полигона полигона прямоугольника то будет беда просто так решить эту задачу на уровне b3 хэш индекса не получится слава богу есть еще один вариант индексов который позволяет обойти эту задачу обойти эту проблему называется это гист индексы суть их заключается в том что они позволяют индексировать значение которые могут между собой как перекрываться строится отдельный подвид дерева и дальше уже в рамках этого дерева вот эти частично перекрывающие области могут вполне себе достаточно резво искаться гист индексы в частности активно используется для географических типов данных в принципе постгас позволяет реализовать гист индекс для любого типа данных у которой там объявлено порядка 7 методов можно создать свой кастомный тип сказать что мы реализуем вот эти вот эти вот методы и он может его можно будет индексировать вот таким вот способом в частности например те же самые географические типы данных не входит в постгас из коробки и подключается в качестве расширения с поддержкой индексов и прочих вот ништяков значит дальше есть еще один вариант индексов которых стоит упомянуть это инвертированный индекс носит гордое название джин как напиток только только джин только индекс вот значит суть инвертированного индекса следующее прямой индекс когда у нас ну тут проще на примере у нас есть какие-то поля полях есть набор строчек и инвертированный индекс по сути своей говорит какой ключ в каких строках содержится активнее всего инвертированные индексы используются для полнотекстового поиска для поиска по таким полям как джейсон и так далее то есть когда внутри поля несколько значений может быть в частности он вполне себе хорошо ложится на массивы поехали дальше еще один вариант индексов которые присутствуют в возрасте он скрыт с глаз долой создать его ручками невозможно но опять таки он активно используется внутри подрос и поэтому его существование знать как минимум полезно это битовый индекс суть сводится к следующему у нас есть какое-то поле которое и по этому полю мы хотим построить какой-то вот индекс на тему отвечать соответствует ли она какому-то условию причем в значении может быть только одно либо да либо нет соответственно строится большая битовая строчка то есть например в данном случае есть у нас поле пол мы хотим узнать лежит ли в поле пол женские и с первой позиции с первого значения вот каждый последующий бит это будет 1 2 3 4 5 5 идентификатор первый нет нет да нет да и то же самое для мужского вот эти строчки битовые полезны чем тем что в них достаточно компактно лежит информация о том соответствует ли кортеж какому-то условию с ними очень удобно проводить битовые операции то есть например легко найти если у нас есть поле там соответствует ли правильный пол мужскому и допустим больше ли возраст чем 30 лет то найти пересечения либо другие битовые операции по ним это достаточно тривиальная задача очевидная проблема в том что надо как-то сделать соответствие между идентификатором записи номером бита и и большинстве случаев это не самое не так тривиально как кажется на первый взгляд потому что в базах бывают большие дыры идентификатор тоже как-то могут как как бог на душу положит быть идентификатор может быть праймер кей может быть не числовым а каким-то другим строком ну то есть тем не менее эти индексы активно используются в постгрессе для объединения условий когда у нас нет возможности взять один индекс и по нему проверить там два и более условий он тогда может воспользоваться разными индексами составить эти битовые маски по битовым а при помощи этих битовых масок уже получить список кортежей которые ему нужны в конечном итоге прочитать и уже дальше воспользоваться этой полезной информацией то есть как бы воспользоваться двумя индексами которые отвечают за разные поля частичный индекс в некоторых ситуациях мы не хотим чтобы индекс индексировал все поля таблицы для чего это может быть полезно например у нас была ситуация когда персонажа есть предметы они лежат у него значит числятся за персонажем лежать они могут в разных местах они могут лежать в письме в виде оттачмента они могут лежать у него внутри сумки они могут лежать у него ну быть одета на его куклу они могут находиться на аукционе то есть вот предмет он может быть вот в нескольких состояниях одновременно ну не одновременно а вот как бы в зависимости от того где он лежит у него может быть разная ссылка на разное поле через разный флэнкей и если построить для каждого для каждого вот этого ссылочного поля по индексу то у нас получается что у него есть индекс по аватару в котором лежит данный предмет индекс по письму в котором лежит данный предмет индекс по аукциону в котором лежит данный предмет все эти индекс они будут иметь примерно одинаковый объем то есть для каждого предмета у которого есть либо нет значения которая ссылается на соответствующую сущность будет запись в индексе Таблица с предметами была большой Индекс занимал вдвое больше этой таблицы Это не очень хорошо Частичный индекс позволяет сказать, например Что мы хотим держать в индексе только те значения, которые не null В этом случае получается такая ситуация, что Все индексы суммарно заняли место столько, сколько раньше занимал один из них То есть в данном простом примере Объем места на индексы сократился втрое Это может быть достаточно полезно Оборотная сторона медали заключается в том, что Если мы сделали какое-то условие на В То мы это условие должны таскать за собой во всех запросах К счастью Условие not null Для полей, по которым идет join Postgres научился выводить По-моему с версии то ли 9.3, то ли 9.4 То есть его можно не указывать Вот такого вида индексы сейчас можно создавать достаточно безопасно Они как бы Будут проблемы с запросами вида Выбрать все предметы, у которых Аватар ID и знал Но все остальные запросы будут отрабатываться Так, как будто индекс построен целиком по всей таблице При этом мы экономим на Хранение его на диске Ну и соответственно в памяти Еще один вариант, который присутствует в индексах Это тоже не самостоятельная сущность Это функциональные индексы Когда мы хотим построить индекс не по значению поля А по f от значения поля Самый простой пример, который уже наверное глаза всем намозолил Это вот create index Он и дальше lower от какого-то поля Для того, чтобы сделать регистр независимый поиск Оборотная сторона медали Точно такая же, как и в случае с тичными индексами Если мы сделали вот такой вот индекс То в случае с... Мы должны таскать вот это выражение Lower title Если мы хотим, чтобы оно использовалось То есть при таком индексе Вот это выражение Where title равно Алиса в стране чудес Индекс использоваться не будет А при нижнем выражении Соответственно, селик звездочка From where lower от title Равно lower от Алиса в стране чудес Индекс использоваться будет И обратное тоже справедливо Если мы создадим индекс Create index on movie Под title То эти выражения поменяются местами Соответственно, title равно Алиса в стране чудес Использовать индекс будет А lower от title Равно lower от Алиса в стране чудес Использовать индекс не будет То есть функциональный индекс и вещь полезная Иногда там можно делать достаточно забавные вещи Но опять-таки с ними надо быть аккуратным Есть Определенный Ну хорошо, мы сделали индекс Данные лежат в индексе Индекс упорядочен Как упорядочены данные в самой таблице? Ответ простой Никак По умолчанию данные в таблице не упорядочены То есть они туда пишутся Как они пишутся, так они туда и пишутся Есть возможность принудительно упорядочить данные По какому-то индексу То есть взять и сказать Что мы хотим, чтобы данная таблица Была, физически хранила в себе данные В определенном порядке Делается этой конструкции Кластер, movies, using и имя индекса По умолчанию Кластеризация для таблицы не задана Может возникнуть вопрос Ну хорошо, мы сделали эту операцию Все хорошо, теперь у нас данные в таблице Всегда упорядочены по данному индексу Это казалось бы логично Но не так Если мы выполнили кластеризацию по индексу Мы ее один раз выполнили Он один раз упорядочил И все Дальше данные будут удаляться Добавляться, изменяться Но повторного переупорядочивания Происходить не будет Если мы хотим повторно Принудительно пнуть с УБД Чтобы она перемешала данные И восстановила порядок Который мы хотели в прошлый раз Мы должны сказать Кластер, movies Это Произвести повторную кластеризацию По ранее заданному условию Для таблицы И Кластер, просто Это если мы хотим во всей базе Все таблицы У которых была явно Выполнена кластеризация Переупорядочить Еще раз Плюсом кластеризации Является то, что Когда данные Упорядочены по какому-то Индексу Этот индекс Начинает работать Быстрее, выше, сильнее Потому что В чем проблема индекса Проблема индекса следующая Когда мы читаем данные по индексу Индекс упорядочен Это получается Чтение Участка индекса Это последовательное чтение Но Далее мы должны сходить И посмотреть Что лежит в самой записи И вот в этот момент У нас Начинается Дергание по всему диску С чтением Записи, которые Разбросаны в совершенно Случайном порядке И мы Соответственно На индексе получаем Последовательное чтение А на чтении Самих записей Уже после индекса Получаем случайную запись Случайное запись Пардон Случайное чтение Случайное чтение Это дорогая операция И в некоторых ситуациях СУБД может К примеру Не использовать индексы Потому что Прочитать всю таблицу Целиком Будет Последовательно Прочитать всю таблицу Целиком Может оказаться Быстрее Чем читать ее С использованием индекса Вот так вот Бегая по всему диску В случае С использованием SSD Эта разница Не так фатальна В случае С жестким диском Это очень И очень заметно Есть Ситуация Когда Вся информация Для выполнения Запроса Уже Находится в индексе Ну например У нас есть Индекс По названию Фильма И мы хотим Получить Название всех Фильмов У которых Название фильма Алиса в стране чудес Вот Такой вот пример Очевидно Что это название Уже есть в индексе В некоторой ситуации Postgres Может Выдать результат Данного запроса Основываясь Только на данных Индекса Без вот этого Случайного чтения На диске Но Не всегда Почему Проблема В следующем Postgres Использует Мультиверсионную схему Для того Чтобы Обеспечивать Изолированность Транзакции В индексе Нет информации О том Видна запись Или нет То есть Индекс ссылается На какую-то запись А вот информация О том Виден ли данный Картеж На который Ссылается Индекс Для текущей Транзакции У него нет Он ее не может Увести Единственный способ Откуда он ее Может получить Это прочитать Саму запись В некоторых Ситуациях Postgres Знает Что Для данной Таблицы Не существует Записей Которые Индексируются По данному Индексу И не видны Для текущей Транзакции Если Postgres Может прийти К такому выводу Он может Не делать Эту проверку Для Запросов По данному Индексу Опять таки В первом Примере Где был Фамилия Имя Дата Рождения Мы можем Запросить По всей Фамилии Все Вот эти Три поля То есть Для всех Ивановых Получить Фамилию Имя Дата Рождения И если Postgres Будет знать Что Не существует Записей Которые Не видны Для текущей Транзакции За счет Вот Согласно Уровням Изоляции То Он может Воспользоваться Индексом И выдать Вот эти Пары Без Использования Данных Просто Используя Те данные Которые Лежат В индексе Вот такая Ситуация Когда Индекса Достаточно Для того Чтобы Ответить На Запрос Получить Все данные Необходимые Для запроса Вот В такой Ситуации Индекс Называется Покрывающим К сожалению У индексов Есть Свои Неприятные Моменты За которые Надо платить Первая проблема С которой Мы сталкиваемся Индексы Хранятся На диске Соответственно Для того Чтобы они На диск Попали Их нужно Записать Запись И актуализация Ну Поддержка Вот этой Вот информации На диске В актуальном Состоянии Она требует Определенных Ресурсов Нужно Немножечко Проца Нужно Множечко Жесткого Диска И Соответственно Время Которое Тратится На добавление Удаление Изменения Записей Оно увеличивается Второе Вторая проблема Менее очевидная Это То что Индексы Занимают Какой-то Объем Памяти И Соответственно Они занимают Это место В кэше То есть Они тоже Стремятся Занять В кэше И чем Больше База данных Включая Данные Индексы Тем Соответственно Меньшая Часть Этой базы Данных Может уместиться В кэше Чем Меньшая Часть Базы данных Может уместиться В кэше Тем Соответственно База данных Медленнее работает То есть Быстро Выполняются Те запросы Которые которые выполняются из кэша. Как только мы в кэше данные не нашли и полезли за ними на жесткий диск, мы получаем пренальтипопроизводительность. Какой-то отдельной политики, что индексы волшебным образом не занимают оперативную память, нет. Никакой магии нет. Они также хранятся в кэше и, соответственно, также конкурируют за объем кэша. Как с данными, так и между собой. Как создается индекс? Команда на создание индекса. Create Uniqueer Index. Возможно его создавать без блокирования таблицы. Индекс можно создавать только в том случае, если его не существует. То есть иногда бывает это полезно. Имя таблицы. Ну, имя индекса, имя таблицы и какой тип индекса. B3, hash, gin или regist. Столбцы, либо выражение, по которым создается данный индекс. Collation и класс оператора. Collation и класс оператора, они актуальны для текстовых полей. Collation задает, по какому принципу будут сравниваться значения строк на больше-меньше. Это зависит от конкретного локализации, от того, как мы собираемся работать с локализацией. Класс операторов – это более забавная штука. Часть операторов типа Like может использовать индексы только в том случае, если индексу явно это разрешили. Чтобы Like и Regexp могли использовать индексы, индексу нужно сказать, что мы собираемся использовать pattern operations. Pattern operations of 3. Text, varchar, bpchar. Соответственно, текст для полей – текст. Varchar для полей – varchar. bpchar для полей – bpchar. Правила сортировки налов и порядок сортировки. Порядок сортировки, соответственно, для каждого поля задается отдельно. То есть можно сделать так, что по первому полю мы сортируем по возрастанию, по второму полю мы сортируем по убыванию. Где будут налы – в начале или в конце? Параметры хранения индекса, параметры в каком табличном пространстве он будет жить и какому предикату должны соответствовать поля, которые в этот индекс попадут. Так, подытожим. Значит, первое и основное. Скорее всего, вам подойдет b3-индекс. Для специфических случаев – это географические данные, массивы, JSON-поля, полнотекстовый поиск. Вам могут понадобиться узкоспециализированные индексы – джинн либо гист. Битовые хэш-индексы, они существуют и активно используются самим подгрессом в процессе выполнения запросов. Руками их обычно создавать не нужно. Битовые индексы создать вообще нельзя. Хэш-индексы можно создать для временных таблиц. Значит, частичные индексы. Полезно, если у нас индексы занимают много места и мы можем какие-то записи из них выкинуть, но за ними надо все время таскать это условие, по которому мы оторвали записи. Важная деталь касательно foreign key – в Postgres foreign key индексы не создает. То есть, если у вас есть две таблицы, связанные по foreign key, вы создали две таблицы, вы создали foreign key, то по умолчанию индекса не будет. Джойны, использующие этот foreign key, будут выполняться медленно. Удаление из родительской таблицы будет выполняться медленно. Изменение ключа, по которому идет связь в родительской таблице, будет выполняться медленно. Почему? Потому что для того, чтобы получить данные о том, есть ли записи в дочерней таблице, нужно будет просмотреть всю дочернюю таблицу целиком. Это занимает время. Индексы надо создавать явным образом. Да? Индексы надо создавать на поле той таблицы, которая ссылается, или на которую ссылается? Сейчас. В дочерней таблице, которая ссылается, нужно создать индекс на поле с самой ссылкой. В родительской таблице в любом случае индекс уже должен быть, иначе foreign key не получится. Обычно это primary key. То есть primary key создает индекс? Primary key создает индекс. А вот это вот все про nxt? Или сейчас еще будет? Сейчас еще будет. А, я про, ну, про join, да? Сейчас будет еще и про join, и про explain, и про логирование. Не, я просто хотел спросить, а вот если нельзя делать хреш для, ну, для, как бы, для таблиц обычных, как попросить базу данных, не выкидывать, вот, то, что она сгенерировала для join'ов? Зачем? А, ну, например, если мы знаем, что, например, такой join, он, вот, самый популярный запрос, и что нельзя, как бы, постоянно генерировать новый, вот, надо один раз генерировать только. Значит, хэш-индексы используются внутри постгресса, если у него нет других вариантов. Тогда он построит сам хэш-индекс. Пременный. Построит, выполнит запрос и выкинет. Если есть индекс, который позволяет сделать этот join без построения этого хэш-индекса, он будет этим пользоваться. То есть, например, если у вас есть B3-индекс по данному полю, он вполне подходит, он воспользуется. Он не будет заниматься вот этой вот... Там разные стратегии построения индексов есть. Хэш, с одной стороны, быстрее. С другой стороны, у него есть проблемы с тем, что могут быть коллизии, и если много коллизий в рамках одного ключа, то на проверку есть коллизия, нет коллизии, тратится больше времени. То есть, тут зависит от ситуации. В некоторых ситуациях хэш будет быстрее, в некоторых ситуациях хэш будет медленнее. Вот, например, нет, а мы просто осознаем, что для данного join'а хэш будет гораздо быстрее, чем B3. Не надо создавать хэш-индекс. Вот, не надо. Ну, это плохо. Жизнь такова, что в плотность хэш-индекс не транзакционен. Увы, ях. Он не пишется в work-транзакции. Все. Это как бы перечеркивает возможности его использования для... Вот, именно вот... Ну, то есть, опасность того, что в какой-то момент времени, в случае внезапной перезагрузки сервера по какой-либо причине, у вас индексы данные между собой разойдутся, она гораздо более серьезная, чем выигрыш от хэш-индекса перед B3-индексом в некоторых ситуациях. Так, еще, значит, момент. Можно получить очень большой выигрыш при использовании покрывающих индексов. За счет чего? За счет того, что нам не нужно просматривать записи, на которые ссылается индекс. Просмотр записи, это очень дорогое удовольствие. И еще один момент важный, то, что каждый индекс требует затрат как на свое поддержание с точки зрения записи на диск, так и на память, то есть он требует места в кэше. Так, по индексам. Есть вопросы? Лучше их задать сейчас. А вот можно все-таки спросить, когда у нас несколько полей, ну, то есть по индексам он как делает? Он сначала первый смотрит, потом второй, потом третий или так? Зависит от индекса. Ну, если мы создали индекс там по имени, по дате рождения, по фамилии, да? Если индекс B3, то да, он будет смотреть, ну, то есть вот иерархически, по сути. Но это будет одно дерево. То есть часть уровней дерева будет на имя, дальше пойдет несколько уровней дерева на фамилию, дальше несколько уровней на дату рождения. То есть он будет как слоеный пирожок. Вот вопрос, вот, допустим, я хочу вывести, ну, какое-нибудь, пусть имя, имя, фамилия, ну, или что-то еще там, в виде дерева. Сделать можно запрос «Выбрай курсик». Да. Можно сохранить как индекс B3. Это ты его будет одной и то же, и что будет работать, что лучше? Не понял. Ну, ты бы, допустим, вот у меня есть таблица, ну, индекс B3, где хранится, ну, информация, которую я хочу вывести. Она хранится там уже в виде дерева и отсортированная, или как? В B3 индексе информация хранится в сортированном виде, в виде дерева, да. Понятно. То есть, получается, если вывести это напрямую, это будет быстрее, чем делать это рекурсивным запросом. Ну, это будет рекурсив. Или я так понимаю? Я не очень понимаю, причем, откуда тут рекурсия. Ну, смотри, допустим, я хочу, у меня есть просто таблица. Да. Я хочу вывести какие-то записи, допустим, в каком-то определенном порядке, как дерево, с помощью запроса «Выбрай курсик». Ну, да. Вот. И то, что у меня хранится в индекс B3, это будет то же самое или нет? Нет, конечно. Нет. А в чем у вас будет принципиальная разница? Принципиальная разница, у вас по индекс дерева будет храниться как? У вас есть ссылка на родителя. То есть, сейчас воспользуюсь мелком. Значит, родители ID и, допустим, name. Идентификатор 1 здесь null, это, допустим, Россия. Идентификатор 2 здесь 1, это будет Москва. Идентификатор 3 здесь 2, это, допустим, Бутова, многострадальная. Идентификатор 4, 2, Чертанова. Ну, идентификатор 5 здесь, скажем, никого нет. Это, допустим, будет США. Ну, и 6-й идентификатор. Здесь 5. Это у нас будет Чикаго. Ну, грубо говоря, да. Так вот, значит, если вы хотите это вывести в виде дерева, то, скорее всего, вы захотите вывести записи сначала 1, потом запись, ну, то есть, сначала Россию. Надо было их как-то перемешать. Ну, примерно в таком порядке, короче, вы их хотите вывести. Индекс будет храниться в следующем виде. Он будет... Так, нет, надо порядок нарушить. Давайте нарушим порядок. Возьмем и в Воронеж пишем. В Воронеж. Вот, у нас теперь есть Воронеж. Значит, в случае, если мы хотим вывести, мы захотим вывести Россия. Ну, вот, в качестве дерева это будет Россия. Потом дальше у нас будет Москва. Дальше у нас будет от Москвы уже отпочковываться Бутова-Чертанова. Дальше от России будет отпочковываться Воронеж. И отдельно еще, соответственно, даже вот так, наверное, вот так вот. И отдельно еще у нас будет США. И от США Чикак. В индексе будет храниться несколько другая информация. В индексе будет храниться PID. То есть у нас будет 1. Это у нас значение 1, значение 2, значение 5, значение null. Ну, вот они будут. Вот здесь, собственно, граница будет, условно говоря, от 1, 2. Здесь 5 null. Вот первый уровень такой. Мы смотрим, значит. Допустим, нам нужно найти... А, и записи. Здесь идентификаторы, которые вообще у нас будут. Ссылка. Единичка. Это у нас кто? Москва. Вторая запись. Дальше. От единички Воронеж. Седьмая запись. Двойка. Это у нас третья запись. И четвертая запись. То есть это, собственно, ссылки уже будут на... Пятая... Пятая это у нас кто? Чикаго. Чикаго. Это у нас будет шестое. И вот пустое значение будет эта единичка. Пятерка и пятерка. Вот. И он что... Что он даст? Когда мы скажем, мы хотим найти ребенка, всех детей у второй записи. То есть у которых ПИД равно 2. Он пойдет по индексу, посмотрит. 2 у нас куда попадает? В какой диапазон? В этот. Идем сюда. Вот здесь у нас, собственно, этот. Как его? В этот диапазон. Здесь у нас 2 кандидата есть. Этот и этот. Этот ближе. Идем сюда. Третий, четвертый. То есть здесь дерево несколько другого вида. Именно для значения. О том, что запись Чикаго, например, следует за США при сортировке. По вот этому индексу получить так просто не получится. То есть, ну... Он никак не спасет от рекурсивного выполнения. То есть это не связанные вещи. Здесь дерево идет именно что... В индексе участвует всегда одна запись. Как единица. от рекурсивного запроса можно избавиться, если здесь хранить целиком путь. То есть для, скажем, Чертанова хранить не ссылку на родителя 2, а хранить полный путь. 1.2. Вот. Что вот путь 1.2. И вот если проиндексировать уже вот это поле, которое будет содержать себе полный путь, например, здесь будет 1. Здесь Москва это будет 1.2. Здесь Бутова будет 1.2.3. Чертанова будет 1.2.4. США будет 5. Чикаго 5.6. И, скажем, Воронеж это у нас будет 1.7. Вот если вот эти значения хранить и по ним выстроить индекс, то да, это спасет от рекурсивного запроса. Да. Будет ли это иметь какой-то производительности? Ну, по крайней мере, к упрощению схемы точно. Запросы будут проще. Чем проще запросы, тем обычно оно выполняется лучше. Вот. выстроить хороший запрос, который бы помог обойти рекурсивно и при этом корректно отрабатывал в случае... Ну, то есть выгрести все данные рекурсивно, он достаточно эффективно отработает. А вот если нам с какой-то по какой-то запись, тогда его сформулировать гораздо сложнее. То есть... Так. Подытоживание. Подытожили. Еще вопросы есть? Ну, тогда поехали дальше. Значит, для рассмотрения примеров того, как работают индексы, я нашел базу. Маленькую. На терабайтик. Нет. Нет. На гигабайт. Так проще. На терабайт тоже есть, но с ней гораздо сложнее. Ее еще надо где-нибудь развернуть. Значит, база на гигабайт, она достаточно большая, чтобы на ней были видны хоть какие-то изменения по индексу, потому что если брать базу на мегабайт, то вся эта база зачитывается за долю секунды. и при этом она достаточно маленькая, чтобы с ней вообще можно было как-то жить. Значит, если вы хотите с ней поиграться, вы можете ее развернуть локально. Вот у вас есть ссылочка. это база фильмов. Значит, в чем суть? Суть в том, что это не синтетическая база, это база реальная. Ее заполняли реальные люди. Она используется на реальном сайте Movilions. Они по доброте душевной ее предоставляют всем желающим. Значит, предоставляют они ее в виде файликов цсвшных. Там лежат фильмы, рейтинги, которые поставили пользователи этого сайта этим фильмом и теги, которые повесили пользователи сайта на эти фильмы. Плюс еще ссылки, которые позволяют произвести найти соответствие фильма и, скажем, этого же фильма в базах EMDB и TMDB. Можно ее посмотреть, скачать, поиграться. Самих пользователей там нет. все данные анонимные и так далее. Но, по крайней мере, она живая база и с ней можно поиграться. Она занимает где-то порядка 2 гигабайт. Маленький скриптик, который это дело нормализует и из файликов разворачивает в такую простенькую схемку фильмы. их порядка 40 тысяч штук за разное время разные жанры, которые определили польз... Что-то, кстати, жанров много. Ну, ладно. Жанры, которые, значит, этим фильмом были назначены. Рейтинги, которые поставили пользователи. там пятизвездочная система. Ну, не пятибалльная система, точнее, даже не пяти, пускай десятибалльная система, потому что там есть вот эти промежуточные состояния. 4,5, 3,5 и так далее. Пользователь там звездочки ставит, поставил звездочку, молодец. Теги, которые пользователи придумали. А, вот, кстати, жанры, это тегс. Вот почему их много. Теги, которые пользователи придумали, соответствие тега фильму и жанра фильму. Самих жанров всего 19 штук. Вот, значит, тут такая вот базенка. С ней можно поиграться. Значит, этот скрипт ее разворачивает, разворачивает, создает форенки, создает уникальный индекс на жанры и на теги, и все. И я решил посмотреть рейтинг фильмов про зомби, комедии. Взять комедии, которая значит про зомби, и посмотреть, что там вообще есть, найти самое лучшее. Значит, и получил вот такой вот запросик, простенький. Если посмотреть, сколько он выполняется на этой базе, то мы увидим, что он выполняется 7,7 секунды. Так, давайте запишем эту циферку, она нам потом понадобится. Скрипт разворачивает базу где-то минут за пять, поэтому если будет желание поиграться с индексами, рекомендую. Так, 7,7 секунды. Честно говоря, я ожидал, что цифра будет более внушительной, потому что когда в прошлом семестре этот же эксперимент проводился с MySQL, было минуты три. Ну, да ладно, что есть, то есть. Значит, в результате вот такого запросика было получено 60 строк. По запросу есть какие-то вопросы? Да. Зачем вот делать лайк в зонбе? Ну, я так захотел. Изначально было равенство строгое, но тогда он выполнялся еще быстрее, это было скучно. Вот. Не совсем. Ну, он выдавал другой результат. Вот, значит, сейчас он выдает результат побольше, соответственно, выполняется чуть-чуть подольше. Ну, по крайней мере, не такой скучный получается. Так, к нему мы еще вернемся, а теперь посмотрим, как выполняется вот такой запрос. То есть, мы делаем простой запрос select звездочка from movies. Что произойдет? Как вы думаете? данный запрос пройдется по всей таблице и вернет все строчки таблицы в качестве результата. Все просто, понятно. Что произойдет, если мы сделаем вот такой запрос? при выполнении данного запроса, поскольку, значит, в таблице, в базе нет никаких индексов, он пройдет по всем фильмам, сравнит у них имя, ну, заголовок фильма, название «Алиса в стране чудес» и вернет все фильмы, которые, значит, называются «Алиса в стране чудес» и таких будет восемь штук. Он, соответственно, возьмет сорок тысяч строк, во всем им пройдется и найдет эти несчастные восемь «Алис». Если, соответственно, фильмов будет не сорок тысяч, а миллион, тогда временный запрос увеличится, соответственно, линейно. Чем больше фильмов, тем медленнее работает. что произойдет вот в такой ситуации? Если мы создадим индекс заранее, явно, то при запросе по условию будет, ну, в данном случае индекс B3, это дерево, в дереве будет найден узел, в котором находятся все записи, соответствующие «Алисе в стране чудес» и он вернет только эти восемь записей. То есть он найдет в индексе этот участок, найдет в индексе восемь идентификаторов и вернет эти восемь записей. Для того, чтобы получить восемь фильмов, он просмотрит восемь записей плюс еще какое-то количество страниц индекса. Сложность индекса у нас в данном случае логарифмическая. То есть от ну, сложность поиска по индексу она логарифмическая. Не линейная, как в прошлый раз, без индекса, а логарифм. Соответственно, если мы увеличим количество записей в сто раз, время запросов в сто раз не увеличится, оно вырастет незначительно. Теперь усложним задачу найти все фильмы, которые не «Алиса в стране чудес». Как вы думаете, что произойдет? Как будет действовать СУБД? Индекс есть. Мы его только что создали. Но запрос чуть-чуть поменяли. Уже надеялись. Он найдет индекс, который равняется Алиса. Алиса в стране чудес и исключит их? Узил исключить. А значит, наверное, количество прикинет, что выгоднее? Поскольку СУБД обладает некоторой статистикой о том, сколько данных попадает под этот индекс, оно возьмет, посмотрит, что, в общем-то, фильмов с одинаковым названием сравнительно немного. И если оно начнет искать по всему индексу записи, которые не соответствуют этому значению, то будет получена почти вся таблица. соответственно, использование индекса в этом деле никакой пользы не принесет. Будет один вред. Поэтому будет просмотрена вся таблица и в ней простым сравнением те записи, которые не являются Алисой, будут выкинуты. То есть, он просто просмотрит всю таблицу. Можно вопрос? Да. А вот база данных она не сделает, чтобы найти вначале все по индексу? А зачем? Поставить им какое-нибудь значение, чтобы сравнивать строку со всеми? Чтобы, например, там 1-0 побегу гораздо быстрее? Нет, в данном случае она просто приближится по всем. Всегда можно надеяться на базу, что она индексу в себе не навредит или в случае с большинства? В большинстве случаев Субботе угадывает. Иногда бывают ситуации, что не угадывает. А что это делать? Разбираться с индексами, смотреть, где происходит беда печали и менять запросы. Можно какой-то концептный запрос отключить индекс? То есть прямо и сказать проходи по всей таблице? Можно отключить проход по всей таблице, подсказки на тему того, какие индексы нужно использовать для выполнения данного запроса, насколько мне известно, в постгаз отсутствует. По крайней мере, так было несколько лет назад и это была их принципиальная позиция. Во многих Субботе они есть, когда мы хотим, чтобы использовался какой-то конкретный индекс, либо индексы не использовались, можно сказать с УВД, что вот используй такой индекс и не выпендривайся. В постгаз эти подсказки отсутствуют. Называются хинты. MySQL есть, в постгаз нет. Но в большинстве случаев угадывают. Так, теперь немножко усложним задачу. У нас есть два индекса. Индекс по названию и индекс по году выпуска. И мы хотим не просто Алиса в стране чудес, а Алиса в стране чудес, которая вышла в 1999 году. Как будет работать Субботе в этом случае? Ваш вариант. Она найдет всех Алис, а затем она найдет всех будущих. на основе тех индексов уже найдет все председательные. А Алиса начнет искать погоду внутренне? Значит, здесь возможны четыре стратегии. Первый. Проигнорировать вообще существование этих индексов, пройтись по всей таблице и найти запись, отфильтровывая по заголовку либо по дате. ну и по дате одновременно. Второй вариант. Пройтись по индексу с названием и отфильтровать год. Третий вариант. Пройтись по индексу с годом и отфильтровать по названию. И четвертый вариант, пройтись по индексу с заголовком, пройтись по индексу с году, для каждого из них собрать битовую маску и потом по данной битовой маске уже получить список полей, которые нас интересуют. С моей точки зрения, оптимальным был бы вариант с индексом по заголовку. Когда я ставил этот эксперимент, у меня подгаз предпочел последний вариант. Об этом мы чуть позже поговорим. Если мы сделаем волшебный индекс, в котором будет и тайтл и год, тогда мы молодцы. И подгаз им воспользуется, потому что очевидно, что это будет наиболее удачный вариант. Тут важный какой момент. Если мы обсуждаем между вторым и третьим вариантом, почему второй вариант будет предпочтительнее, чем третий? Да, а лист мало. Вот критерий, который говорит о том, сколько записей можно отбросить, используя индекс, называется селективностью. Чем больше записей будет отброшено, тем селективность выше. Соответственно, при прочих равных, СУБД стремится выбрать вариант, когда количество записей после сравнения будет выбрано как можно... Ну, количество отброшенных записей будет как можно больше. Исключить как можно больше вариантов. Вот. Соответственно, селективность у индекса по заголовку, очевидно, выше, чем селективность у индекса по году. Как он определяет? Для этого у него есть статистика. А вот, получается, что вы же первый раз запустили, и четвертый вариант получился медленнее, чем второй. Ну, это очевидно, потому что здесь он выбрал и тайтл выбрал, и год, а потом их соединил. Тот же год тоже, как бы, имеется в большой... Ну, тоже большая таблица будет. Ну, 40 тысяч записей. Ну, год будет большой, и как бы... Где-то на 100 годов поделить. Как минимум специально для этого места выделить придется, чтобы куда-то поместить, а уже потом... А вот, если, так сказать, несколько раз прогнать, она не наберет статистику, чтобы выбрать второй вариант? Статистика появляется двумя способами. Значит, первый способ, который позволяет собрать статистику, называется... Дать СУБД пинка и выполнить команду аналайз. Ты говоришь СУБД, аналайз. Она берет, собирает статистику. Это самый очевидный вариант, он позволяет форсировать этот процесс. И третий вариант... Второй вариант, когда в Postgres... Postgres мультиверсионная СУБД, она хранит в несколько версий одного и того же кортежа. То есть, мы сделали апдейт, у нас старое значение не удаляется, оно помечается как более недействительное, потому что оно было удалено в такой-то транзакции, создается новый вариант. И вот эта мультиверсионность, она провоцирует то, что кортежи начинают накапливаться. Если бы они не удалялись из базы никогда, то достаточно быстро место бы заканчивалось. Вот этот вот мусор, кортежи, которые не могут быть доступны ни одной транзакции, вообще в принципе, то есть, транзакция, не может начаться транзакция, которая бы их увидела. В принципе, она не может начаться, они уже все закончились, и данные никому никогда не будут видны. Вот эти вот мертвые кортежи, они вычищаются. Вычищаются они специальным процессом, который называется вакуум. Он работает в фоне, просматривает таблицы, почищает из них вот эти вот мертвые кортежи, и попутно, помимо чистки мертвых кортежей, он собирает инфостатистику. То есть, если базу данных не трогать, через какое-то время статистика накопится сама собой. Если были построены индексы только что, либо кардинально поменялось содержимое таблиц, либо структура таблиц, тогда имеет смысл форсировать перестройку индексов и выполнить налайз. А что вообще в статистике записывается? Там записывается минимальное значение, максимальное значение, наиболее, по-моему, частое значение, количество налов на столбце, ну там в процентном соотношении. Собственно, селективность туда же идет. Какой-то набор значений пишут, которые позволяют принимать ему решение на тему того, насколько это индекс полезен. Это, наверное, с десяток будет. Для сбора статистики он использует не всю таблицу, а только какое-то множество записей из нее случайное. Но вот он их собирает и потом принимает решение, базируясь на этой статистике. Если статистика не актуальна, он может выдавать совершенно неудачные результаты. Ошибаться с планированием и выполнять запросы дольше, чем мы бы того хотели. Так, еще один вопрос. У нас есть индекс по заголовку и погоду. И мы выполняем два запроса. Алиса и не Алиса. Но оба выборки хотим получить отсортированную погоду. Как они будут выполняться? Ваш вариант. В первом случае, да, он возьмет всех алис, их там 8 штук все на все, отсортирует погоду и все, выдаст результат. Во втором случае, он просто возьмет и пройдет по всему индексу погоды, выкидывая всех, кто не Алиса. То есть два визуально похожих запроса, но в общем-то поведение у них будет разное. Так, ну примерно то же самое. У нас есть один индекс по тайтлу по году и второй индекс по году по тайтлу. Какие будут воспользоваться, какие будут варианты выполнения? Соответственно, первое, первое. Нет, первое, наверное, будет использовать сразу два индекса. Почему? Потому что нам надо выбрать по тайтлу. И так мы не можем исключать левую часть, он возьмет второй индекс, когда будет цифровать. Значит, в первом случае будет выбран первый индекс. Первое поле, оно строгое равенство. Соответственно, в принципе, если мы напишем здесь order by title E, это будет эквивалентный запрос. Потому что title константа. Сортировать по константе очень удобно. Вот. Ну, СУБД знает, что оно будет в этом случае константой. Вот. Поэтому он вполне может воспользоваться для сортировки первым же индексом. То есть, индекс будет идеален для этого запроса. Во втором случае он возьмет второй индекс. То есть, сортировка по году вполне ему удовлетворяется. Ну, title так пробежится по индексу ней. Минорная польза от этого будет. Ну, такая, несущественная. Дальше пошли. Join стратегии. Значит, когда пишем мы join, мы говорим с УБД, что мы хотим от нее получить. Левый join, правый join, полный join, имя, раутер. Как оно будет выполняться при этом внутри, мы не указываем. Выполняться оно может по-разному. Есть три стратегии выполнения join. Первая стратегия – это merge join. Соединение двух упорядоченных последовательностей. У нас есть одна упорядоченная последовательность и вторая упорядоченная последовательность, упорядоченная по одному ключу. В этой ситуации соединение идет достаточно тривиально. Читаем один список, читаем второй список и соединяем. Hash join используется, когда у нас нету какого-то индекса. Берется меньшая таблица, меньшее множество. По нему, по полю, по которому происходит соединение, строится ключ. Hash индекс временный. Потом берется большая таблица и строится hash ключ. И дальше смотрятся записи, которые по хэшу совпадают с нужным. Это позволяет оптимизировать и делать join за разумное время, даже если никаких индексов нет. И третий вариант – это nested loop. Идется цикл по одной таблице. И в рамках этого цикла для каждой записи данной таблицы идет поиск записей в связанной таблице. Три стратегии. Merge join, hash join, nested loop. Hash join обычно используется от безысходности, когда нет возможности воспользоваться индексами ее, но как-то надо сделать join. Merge join используется обычно, когда нужно получить упорядоченную последовательность. Nested loop используется, наверное, чаще всего. Если сравнивать Postgres с MySQL, то в MySQL, например, реализован только Nested loop. Именно благодаря этому в MySQL у меня было больше, чем 7,7 секунды. На порядка трех минут. Так. Теперь у нас здесь появился join. Есть индекс, жанр фильма по полю с идентификатором фильма. И два запроса. В одном случае мы говорим, что мы хотим их сджойнить, и мы хотим видеть первую тысячу записей. Во втором случае мы хотим сджойнить и получить все записи. Результат будет более чем 70 тысяч кортежей. А как вы думаете, как будет выполняться этот запрос? Первый, наверное, Merge. Первый, наверное, Merge. Почему? Ну, последовательность короткая, ему проще будет пройти тысячу записей. Да. И свекнуть. В первом случае у нас есть оба индекса, то есть он может упорядочить последовательности в обоих случаях. И он идет по этим двум индексам и делает Merge.Join. Как только получает тысячу записей, возвращает результат и успокаивается. Дальше он не идет. Во втором случае. Во втором случае Нести Труп. Нет, у нас есть индекс, нам не нужен хэш-джойн. У нас есть индекс, он воспользуется Нести Труп. А в чем у втором случае не делает Merge.Join? Зачем? Не знаю, это один из Трупов. В одном случае, ну, смотри. В случае с Merge.Join ты идешь по индексам и потом лукапишь записи из обоих индексов. Индексы ты читаешь последовательно. Лукап.RandomRead. В случае с Нести Трупом ты по одной записи, по одной таблице идешь последовательно. Сразу вот по самой таблице. А другую лукапишь. Соответственно, здесь он будет идти по большей таблице. Большая таблица, это у нас жанры. И лукапить фильмы. А так для жестких дисков, наверное, Merge будет удобно. А? Ну, для жестких дисков, наверное, Merge будет удобно. Потому что там... Если лукапа нет, то да. Если он сможет сделать индексовый запрос. А если мы перед этим провели кластеризацию? То есть, перед этим запросом упорядочили по индексу, то он... А, то есть, он будет у себя власти? Ну, как бы тут... Надо смотреть, как мы сделали эту кластеризацию. Но суть в том, что в некоторых случаях он будет... Стратегия запроса может разниться от того, сколько мы хотим получить записей на выходе. Вот это надо понимать. Откуда это идет? Есть два направления, в которые можно оптимизировать запрос с точки зрения СУБД. Первое. Это выдать весь результат как можно быстрее. У нас есть запрос. Предполагается, что со стороны клиента запрос весь будет обработан целиком и полностью в один присест. И мы хотим выдать его как можно быстрее. Весь запрос целиком. Во втором случае мы хотим выдать как можно быстрее первые записи. Вот здесь... Вот здесь явно тяготеет к варианту, когда мы хотим... Ну, первый запрос тяготеет к тому, что мы хотим выдать как можно раньше первые записи. Второй вариант тяготеет к тому, что мы хотим выдать весь запрос целиком. И у вот этих двух разных способов направления оптимизации могут быть разные варианты выполнения запроса. Данные от них те же, формально. Стратегия выполнения отличается. Просто потому, что в одном случае мы хотим получить какое-то подмножество в начале, какое-то ограниченное количество записей, нам важны первые записи. А во втором случае мы хотим получить все записи. И нам, в общем-то, надо, чтобы весь запрос выполнился целиком быстрее, а не вот по одной. Ну, поехали. Значит, каждый человек, который работает с базами данных, рано или поздно сталкивается с проблемой. Тормозит. И с этим надо что-то делать. Значит, оптимизация запросов начинается с одной простой вещи. Надо понять, а что, собственно говоря, тормозит. То есть, первое, что нужно понимать, это с какими данными мы больше всего работаем, какие таблицы более всего используются, какие запросы чаще всего делаются, и вообще, какие запросы отъедают наибольшее количество времени. Второе, это какой характер нагрузки на базу. Разный характер нагрузки может иметь разные варианты оптимизации. Например, если база данных должна переваривать большое количество данных на вход, но при этом крайне редко из нее делается выборка, то индексов должно быть как можно меньше. Если база данных редко меняется, но при этом из нее постоянно выбираются различные выборки, тогда наоборот. Стоимость ресурсов на поддержание индекса не так страшна. И надо еще понимать, какие виды обращения происходят чаще всего. То есть, мы читаем, пишем, удаляем, добавляем, изменяем. Что вообще мы делаем? То есть, таблицы надо понимать, надо понимать общий характер нагрузки, и исходя из этого уже думать, куда копать. Значит, первая отправная точка, с которой можно это посмотреть вообще на состояние самого сервера, что у нее там по процессам чтения, записи, дисковой подсистемы и так далее. Но это общие такие рекомендации. К ним мы вернемся чуть позже. А теперь, если смотреть по запросам, возникает простой вопрос. Хорошо, у нас есть плотный поток запросов. А что с этим делать? И есть несколько вариантов поиска запросов, которые создают основную нагрузку на сервер. Вариант первый. Собрать статистику запросов. Из коробки в самом базовом Postgres'е такого модуля нет. Есть модуль, который идет по соседству с Postgres'ом. Он почти всегда установлен рядом, но его нужно отдельно подключать. Подключается он через опцию в конфигурационном файле Shared Preload Libraries. У него два основных параметра. Их там гораздо больше, но в целом наиболее интересны два. Первое – это сколько запросов он будет держать в памяти для сбора статистики. И второе – какие из этих запросов он должен отслеживать. По умолчанию он отслеживает те, которые у него в топе, выбьются. А можно указать, чтобы все. И на стороне самой базы мы должны зарегистрировать вот это расширение PgStatsStatements. Если хотим, можем сбросить все настройки, всю статистику, которая была накоплена за предыдущие периоды. И потом просто выбрать статистику по запросу. Скажи мне Postgres, кто тебя беспокоит. В статистике данной хранится достаточно полезная информация. Первое, на что можно обратить внимание – там хранятся сами запросы. То есть можно посмотреть запросы. Запросы группируются. То есть если выполняется 10 запросов PIDA SELECT звездочка from movie where title равно той истории. SELECT звездочка from movie where title равно Алиса in Wonderland. SELECT звездочка from movie when title равно Man in Black. То эти запросы будут сгруппированы. Параметры будут заменены на вопросики. То есть константные параметры заменятся на вопросики. Они будут выглядеть одинаково. Потому что в общем целом, в большинстве случаев, это действительно один и тот же запрос, только с разными входными данными. Время. Количество строк. Количество блоков, которые прочитаны. Количество блоков, которые были взяты из кэша. Они будут увеличиваться поинкрементно. То есть если мы выполнили тысячу раз запрос, который возвращает нам по одной записи, то rows будет равно 1000. Если мы тысячу раз выполнили запрос, который возвращает по 10 записей, то rows будет равно 1000 на 10, соответственно 10 тысяч. Общее количество выполнений мы тоже можем увидеть в этом статистике. Оно в поле calls попадает. И имея вот этот вот лог, можно понять, какие запросы выполняются дольше всего. То есть там достаточно много полезной информации. Можно посмотреть по времени, какие запросы больше всего выполняются. Как суммарное время, так и, собственно, время одного запроса. Можно посмотреть, какие запросы больше читают, больше пишут. Там есть количество информации о том, сколько было данных прочитано с диска, сколько данных было записано на диск. Данные по кэшу. Сколько мы попали в кэш, сколько мы прошли мимо кэша и так далее. Достаточно полезный инструмент. Есть еще один вариант поиска запросов, которые делают серверу больно. Значит, можно сбрасывать запросы в лог. Эта опция, в отличие от предыдущей, идет уже не модулем, а из коробки. Она есть всегда, ей можно воспользоваться. В конфигурации включается logDurationOn, logMinDurationStatements. Значит, logDuration – это логировать длительность запросов, чтобы она там в принципе была. LogMinDurationStatements – это минимальное время, которое должно выполняться запрос. Это время, нижняя граница, по которой будет приниматься решение, вообще нужно ли его логировать. То есть, если запрос выполнялся меньше, чем указано, он не попадает в лог. Если больше, чем указано, он попадает в лог. Время изменяется в миллисекундах. Целые миллисекунды. Если указано значение 0, попадают все запросы. Если указано значение минус 1, не 1. То логирование выключено. Если нам нужно логировать запросы, скажем, на боевом сервере, то может возникнуть неприятная проблема, связанная с тем, что логирование может выесть все ресурсы на вот-вывод. Он будет только и делать, что заниматься логами. Мы этого можем не хотеть. В этой ситуации можно поступить следующим образом. У нас есть, допустим, несколько приложений, которые работают с базой, как обычно. И одна-две жертвы. Мы им говорим, что мы не указываем в конфигурации минимальное время. Выключаем этот запрос. Логирование для всех. А для конкретного приложения при подключении к подвесу выполняем команду set.loan.min.duration.statement.50 Тогда будут логироваться запросы только из той сессии, которая выполнила вот эту команду. Тогда у нас можно сделать так, что у нас, допустим, есть куча сервисов, работающие с BD, и логируется только один какой-то. Но зато весь. Либо можно сказать, что мы логируем запросы свыше 100 миллисекунд и уже с ними разбираться. В логе сообщение выглядит примерно следующим образом. Когда оно произошло? Идентификатор транзакции. Ну, идентификатор сессии, точнее. Потом, на какой базе от какого пользователя. Длительность и выражение. Что вообще произошло? Запрос в этой ситуации пишется целиком, без вот этих вот вопросиков. Он целиком развернутый. И потом можно посмотреть, что вообще происходило. Логи читать занятие, в общем-то, утомительное и не очень приятное. Поэтому нам нужен барсук. Для чего нам барсук? Мы говорим, что мы логируем все выражения, логируем их в формате CSV. Значит, он примерно вот такой вот конфиджечек. Длительность запросов, длительность блокировочек. Время минимальное, меньше которого мы хотим логировать. Включаем логин коллектор, без него логирование в CSV не работает. И говорим, что мы собираемся логировать в CSV вот в этот каталожик, вот с таким вот именем файла. Расширение CSV будет добавлено автоматически. CSV-шный файл внутрь без слез не взглянешь, потому что строки получаются безумно длинными. Но, если поставить барсука, то он вполне способен переживать данные логии, выдать на их основе красивый HTML-ный отчет, в котором можно посмотреть, какие запросы больше всего времени выполняются, сколько запросов на запись, сколько запросов на чтение и так далее. То есть, там достаточно такой полезный отчет, который позволяет, на основании которого уже можно принимать какие-то решения. При этом, что нужно понимать? Если запрос выполняется долго, не обязательно он плохой. Может быть, у него просто судьба такая. Значит, с чем это может быть связано? Это может быть связано с внешними факторами. Например, у нас есть СУБД, и данный запрос выполняется именно в то время, когда началось резервное копирование. В контексте виртуальных машин вообще могут быть чудеса. То есть, например, был прецедент, когда сервер был на виртуальной машине по Амазоне, и началась перебалансировка амазоновских дисков, и он начал переезжать. То есть, внезапно скорость обработки дисковых операций у него просела на два порядка. Соответственно, было грустно, печально, и 8 часов даунтайма на ровном месте. Возможно, ситуация, когда выполняются просто параллельно какие-то тяжелые запросы. И, возможно, ситуация, когда запрос ждет блокировки. То есть, надо учитывать вероятность того, что запросы друг на друга влияют, и далеко не в самую лучшую сторону. Вот, с этим надо жить. Так, теперь, что важно, на что обратить внимание во время чтения вот этих вот отчетов. Первое. Если поставить уровень, ну, время, которое выполняется запрос, там, скажем, хотим логировать все запросы больше 50 миллисекунд, то можно получить неприятную особенность, когда потеряется большое количество запросов, которые создают основную нагрузку, но они короткие, но их просто очень много. На лодах был забавный момент. Когда понадобилось выяснить, какие запросы выполняют, ну, занимают основное время, начали смотреть, как можно собрать эту статистику. Причем, желательно, как можно дешевле. Один из вариантов был, это на сервере, использовался тогда хибернейт, запросы гонялись через хибернейт, и у хибернейта есть статистика, позволяющая сказать, вот, хибернейт, какие запросы выполняешь чаще всего, сколько они занимают времени и так далее. Выдавала она следующую информацию, общее количество запросов и среднее время выполнения этого запроса в миллисекундах. После выгрузки этой статистики я обнаружил, что у меня 2 миллиона таких-то запросов, среднее время выполнения 0 миллисекунд. Там, 5 миллионов таких-то запросов, среднее время выполнения 1 миллисекунда. 7 миллионов таких-то запросов, среднее время выполнения 0 миллисекунд. Ну, соответственно, после перемножения среднего на количество, получалось, что у меня львиная доля запросов выполняется мгновенно. Вот, ну, очевидно, что это было не так. После чего немножко расширил интерфейс кибернейта, чтобы получить время, суммарное время выполнения на эти запросы, потому что вот это округление в районе 1-2 миллисекунд, оно смотрелось очень смешно. После этого картина стала более-менее корректной. Корректной. То есть вот это вот. Мгновенные запросы резко куда-то улетучились. Вот. Потом, то есть запросы могут быть быстрые, но их очень много. Их может быть неоправданно много. Возможно, какая-то операция выполняется слишком часто, имеет смысл ее не выполнять столько времени. Ну, настолько часто. Потом, часть запросов может быть длинными по определению. Ну, например, есть какая-то статистика, которая снимается раз в месяц, занимает этот съем статистики 30 минут, и, в общем-то, всех это устраивает. То есть, да, запрос длинный, он явно больше 10 миллисекунд. Больше секунды, 30 минут выполняется. Ну, и черт с ним. Выполняется в 4 часа ночи, и никому он не интересен. Результат все равно раньше утра никто не увидит. Значит, и еще один важный момент, это ситуация, когда запросы, которые раньше отсутствовали в топе, внезапно там появились. То есть, возможно, ситуация, когда какие-то изменения приложения привели к тому, что операции, которые раньше выполнялись редко, теперь выполняются часто и отъедают кучу времени. Вот это тоже важно мониторить. И разбираться, собственно, по какому праву. Ну, хорошо, мы нашли запросы, которые выполняются долго. Что можно сделать в этой ситуации, которые отъедают основное время? Френтов, в общем-то, 2. Ну, нет, 2 – это мало, больше. Значит, первый вариант очевидный. Самый, наверное, предпочтительный. Сделать так, чтобы этот запрос не выполнялся настолько часто. Но, к сожалению, он не всегда возможен. Второй вариант – это оптимизировать этот запрос, либо как-то его переосмыслить. Значит, когда мы не можем избавиться от него полностью, не можем добавить лишних кэшей, возникает вопрос с тем, что давайте мы сделаем так, чтобы этот запрос выполнялся быстрее. Надо выяснить. Чтобы сделать так, чтобы он выполнялся быстрее, надо сначала выяснить, а почему он выполняется медленно. У СУБД есть возможность спросить. Подгаз. У меня есть запрос. Что ты с ним собираешься делать? Как ты собираешься его выполнять? Объясни мне. Вот этот запрос называется explain. Explain. Дальше директива самого explain. И дальше запрос, который мы собираемся проанализировать. Анализировать можно как select, так, соответственно, insert, delete и date. И у него есть достаточно интересные опции. Значит, первая опция, о которой надо, наверное, наиболее подробно заострить внимание, это опция analyze. Если брать СУБД, то для выполнения запроса она делает несколько стадий. Она сначала парсит этот запрос, собственно, select. Ну, SQL выражение парсит, чтобы построить по нему дерево. Понять, что от него вообще хотят. Потом это дерево оптимизирует и строит план выполнения этого запроса. Потом выполняет этот запрос. И, собственно говоря, возвращает результат данных в процессе этого выполнения. Explain по умолчанию не выполняет запрос. Он останавливается на этапе построения плана. И показывает этот план, как бы, как Postgres собирается выполнять этот запрос. Если мы ему говорим explain, analyze, то мы просим показать этот план. И, помимо всего прочего, выполнить этот запрос и сказать, насколько этот план соотносится с реальностью. То есть, в случае с explain мы говорим, вот запрос, как ты собираешься выполнять, покажи мне. В случае с explain analyze, там еще будут присутствовать информация, помимо того, как он собирался это выполнять, сколько фактически было затрачено времени на данные шаги и так далее. То есть, можно понять, насколько его ожидания соответствуют реальности. Verbose. Можно несколько увеличить количество информации, которую он вываливает на голову несчастного разработчика. Cost. Печатать стоимость операции, которую он предполагает. Buffers. Информация о том, как он использует данные кэша, насколько он попал в кэш, что он читал с диска и так далее. Время. И формат. По умолчанию идет текстовый формат. Значит, стоимости операции и тайминги по умолчанию включены, буферы по умолчанию выключены. Формат текста создан для того, чтобы его читали люди. И в основном придется иметь дело именно с ним. Формат XML, JSON и YAML создан для того, чтобы его читали программы. Некоторые программы, например, PG-Admin, умеют строить на базе вот этого вывода X-Plane красивую схему того, как этот запрос будет выполняться. Важная ремарка по поводу аналайза. Когда мы говорим X-Plane аналайз, X-Plane не только построит план, но и реально выполнит этот запрос. Это значит, что если мы хотим проанализировать, скажем, delete, то разумно его обернуть в транзакцию. Начать транзакцию, выполнить X-Plane и откатить эту транзакцию, чтобы записи вернулись обратно. Иначе эта операция будет одноразовой. Вот. X-Plane полезная штука. Она позволяет посмотреть, как Postgres собирается выполнять запросы, что у него фактически получилось. Но надо понимать, что, во-первых, если используются какие-то функции, какие-то триггеры, то в случае, например, с функцией, X-Plane будет опираться на информацию о стоимости, которую предоставил человек, разрабатывающий эту функцию. Например, у функции может быть написано, что данная функция стоит 10 единиц времени. Все. Что она там внутри делает, X-Plane неведомо. Соответственно, возможны ошибки. Потом, X-Plane использует текущую статистику. И планы запроса могут быть неудачными по причине того, что статистика устарела. То есть, это тоже надо понимать, что статистика должна быть актуальной. Если мы хотим, чтобы СБД работало быстро, статистика должна быть актуальной. И надо понимать, что статистика, ну, план запроса, в общем-то, он не точен. Он может немножко корректироваться в ходе выполнения, и тем не менее. Но, с другой стороны, это наиболее очевидный способ посмотреть, что происходит внутри при выполнении запроса. Значит, ну, возьмем простой пример. Вот у нас будет такая маленькая табличка на миллион записей. Тут примеры на кошках, условно говоря. Почему? Потому что вывод X-Plane по умолчанию, он достаточно многословный. Также я рекомендую по возможности использовать X-Plane Analyze. На слайдах он не используется по причине того, что строка увеличивается по длине вдвое, и я боюсь, что если я уменьшу шрифт настолько же, то никто ничего не увидит. Поэтому пока будем довольствоваться просто X-Plane. Значит, X-Plane Select звездочка from full. У нас есть таблица вне миллион записей, и в этой таблице мы хотим узнать, а что будет делать Postgres, если мы попросим у него все записи. Postgres честно говорит, что у него будет такой простой план. Последовательное чтение из таблицы. Стоить оно будет 18 тысяч единиц времени. И он думает, что по результату данного запроса он вернет миллион записей. По поводу единиц времени. Что это за зверь? Cost считается в условных попугаях. Попугай примерно равен чтению одной страницы с диска. Одна страница – это одна страница. Я не помню, то ли 8, то ли 64 килобайт. Тут важна не абсолютная величина, а важна относительная. У него оценки строятся на относительных величинах. Причем, насколько я могу ошибаться, но если я не ошибаюсь, Cost – это чтение последовательное. Ну ладно, поехали дальше. А можно вопрос? Да. А как он может вообще такой диапазон задавать? Потому что, ну как может быть 0,00? Чистая теория. Начало выполнения, конец выполнения. Начало выполнения. То есть тут немножко хитро. А я вис, там, когда начало будет, если несколько операций, то начало может разниться. Вот, ну то есть они могут от нас за другой следовать. Значит, теперь, немножко усложним задачу, добавим еще 10 записей. Теперь у нас в базе не миллион записей, ну, в таблице не миллион записей, а миллион 10 записей. Что, в общем-то, на 10 больше, чем было. И говорим, explain, скажи мне, как ты собираешься выполнять запрос select, звездочка, from, это таблица. Если обратить внимание, то, в общем-то, ничего не поменялось. Ну, то есть он как предполагал, что он выгребет миллион записей, так он и предполагает. Какая у него была оценка на 18334 запись, ну, единицы чтения, так, собственно, остался. Почему? Записей фактически больше. Есть предположение? Ну, 10 это мало. Он их округляет? Нет, не округление. Статистика. Статистика не поменялась. Статистика не поменялась, он делает выводы о стоимости выполнения на базе предыдущей статистики. В нашем случае это не является катастрофой, потому что 10 записей, в общем-то, это не беда. Но если ему сказать пересобери статистику по таблице аналайз фу и заново запросить план запроса, то мы увидим, что он немножечко поменяется. То есть он будет выбирать на 10 записей больше. Он узнал про них. Так, ну, чуть-чуть дальше пошли. Следующий пример. Мы выбираем с аналайзом. Можно спросить? Да. А если бы мы не 10, а намного больше добавили подописей, ну, полмиллиона, то он бы не пользовался старой статистикой? В какой-то момент времени он эту статистику пересчитает. Но добавление полмиллиона, оно не стриггерит сразу пересчет статистики. Потом, через какое-то время, через какое-то неведомо, но пересчитает. Поэтому при больших изменениях, когда вот известно, что данная таблица перезапишется полностью, либо там у нее поменяется больше 20%, вот когда происходят такие вот потрясения, имеет смысл пересчитывать статистику принудительным образом. Так. Что у нас здесь? Здесь, в общем-то, примеры X-Plane Analyze. Что он показывает? Вот если сравнить просто с X-Plane, то видно, что у него есть стоимость и количество записей, которые он собирался получить. Добавилось количество времени, которое он выполнял этот запрос. и данную операцию, точнее, и количество строчек, которые он реально прочитал. То есть добавляется вот эта вот полезная информация. И вот время планирования у него было совсем смешное, а время выполнения получилось чуть-чуть побольше. То есть видно, что он этот запрос, во-первых, выполнил целиком и полностью, весь. И здесь описано время, которое он реально затратил на данные операции. Почему так сильно отличается? На планированное время планированное, на планированное или реально? Потому что запланированное это не время, а оценка. Стоимость. Там тоже миллисекунды. Стоимость не в миллисекундах, стоимость в чтениях. Да, написано миллисекунды. Это время планирования. Планирование. Планирование – это время планирования снова. Запрос очень простой. Таблица без индексов. Вариантов о том, как можно его выполнять, в общем-то, немного. Поэтому он планирует быстро. Но выполнять не очень. за счет того, что вот эта строчка, она на самом деле одна. Вот эта строка на самом деле одна. Поэтому я говорю, что сейчас аналайз я использовать не буду. Ну, просто по причине того, что нет места на слайдер. Итак, стена текста. В. Запрос еще немножечко усложняется. Мы хотим получить все записи, у которых C1 больше 500. достаточно легко посчитать, сколько таких записей. Поскольку у них последовательно идут эти C1 увеличивался инкрементально, то мы знаем, что таких записей у нас будет без короче 999 550. Ой, точнее 510. Вот. И если посмотреть на план, то видно, что, во-первых, у него количество записей, которые он собирается прочитать, будет отличаться от того, который он реально прочитает, ну, потому что это все-таки данные, на которые он опирается, это статистика. Тут не точные данные, тут именно статистические. Соответственно, какая-то погрешность есть. И он все равно будет использовать полный просмотр таблиц, последовательное чтение таблицы. И добавилась еще одна строчка, что он произведет фильтрацию вот этого результата последовательного чтения по условию. C1 должно быть больше 500. мы создаем индекс. Создали индекс, мы молодцы, и говорим, давай, сделать точно такой же запрос. Ничего не поменялось. Почему ничего не поменялось? Статистика. Нет, не статистика. Он проиграет от просмотра гораздо больше, отскакание по данным, гораздо больше, чем выиграет от того, что будет отсечет вот эти 500 записей по индексу. Вот. Если сделать здесь не больше, а меньше, тогда картина поменяется. Отсечется уже гораздо больше записей, чем будет получено. Индекс обретает смысл. И мы видим, что он сделает индекс-скан. При этом при сканировании будет использоваться индекс с горным именем full c1 и dx. Вот. Стоимость запроса здесь была 20 тысяч, здесь 25. Резко упало. Количество записей, которое он получит, грубо говоря, 503 он ожидает получить. И условия, по которым он потом это дело проверит, по которым он будет проверять индекс c1 меньше 500. значит, если добавить еще одно поле, то мы видим, что в общем-то немножечко поменялось. Все то же самое, только добавилась еще фильтрация по тексту. по вот этой штуке. Понятно, что тут написано? Есть вопросы пока? Если вопросы появляются, задавайте. Так, теперь еще усложняем конструкцию. У нас будет фильтрация не по тексту, не по чиселке, а по тексту. мы берем и делаем выборку, где поле c2 вот соответствует вот такому шаблону. Индекса по c2 у нас нету. Мы получаем просмотр последовательной всей таблицы. Это ожидаемое поведение. Мы создаем индекс по c2, выполняем план запроса и получаем внезапно полный просмотр всей таблицы. Есть предположение почему? Мы не разрешили использовать индекс за лайк. Там же надо было указывать, что лайк может использовать этот индекс. Да. Поскольку текст поля, в котором содержится вот этот нечастный поле c2, оно поддерживает Unicode именно внутри хранится в UTF-8. Индекс для того, чтобы он мог быть использован для поиска по лайку, требует явно указать это при создании. То есть, если мы создадим вот такой волшебный индекс, то мы увидим, что explain select звездочка from full vc2 like уже будет выглядеть несколько по-другому. он пройдет по индексу с фильтрацией и сделает вот 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 видите сканирование индекса, где у нас c1 будет больше такого вот такого строчки операции, которые относятся дальше, они будут выполнены раньше. То есть, начало вот здесь. То есть, он будет идти по индексу по условию, что c2 больше либо равно вот этому условию и c2 меньше, чем вот эта штука abc e. Откуда взялось abc e, понятно? Это следующее за abcd значение. Вот. То есть, он пройдет по этому индексу и вот этот и дальше уже по результату получения вот этих записей произведет дополнительную проверку на условие, что оно соответствует маске abcd процент. Ну, скорее всего, все записи, которые находятся в этом диапазоне, будут соответствовать этой маске. Потому что я не могу предположить запись, которая бы не соответствовала. Для чего это дополнительное условие? Это дополнительное условие, что если кто-то запросит, например, abcd процент e. к примеру, тогда вот эта часть сохранится, а вот здесь у нас появятся дополнительные условия, которые дополнительно отсечет еще какой-то набор записей. like он сверяет только префикс. То есть вот в таком выражении like использовать индекс будет. Если мы напишем процент abcd, то не будет. В смысле? По префиксу. Речь про префикс. так. Да. Чем внутри будут отличаться индексы, которые разрешены для использования в лайфе и нежношнее? Я не смотрел код позыкоса, честно скажу. То есть я подозреваю, что ничем это будут отличаться, но чем я сказать не могу. Ну по крайней мере делать вот такой дополнительный геморрой просто ради того, чтобы он был это странно. Скорее всего у них была какая-то аргументация. Из неприятных особенностей, которые имеют вот этот волшебный флажок. Ну кроме того, что его надо указывать. Если поле носит гордый тип CI текст, то он использоваться не будет. Like не работает для CI текст полей. Ну то есть Like не использует индексы для CI текст полей. так. Остальные там сравнивают больше-меньше равно работает? Да. Больше-меньше-равно работает. Речь идет про Like, речь идет про RegExp. И опять-таки повторюсь, RegExp будет работать только в том случае, если он по префиксу сравнивает. То есть RegExp вида ABCD использует индекс. RegExp вида ABCD не использует индекс. Ну, в смысле там точка-звездочка. Ну и даже без звездочки. Так. То есть важно, что индекс используется только для префиксов. Так. Далее. Еще один важный момент. Поскольку мы таблицу давно не меняли, если произойдет несколько операций, там вакуумов и нету кортежей, которые мертвые, то можно получить возможность выполнить индекс only scan, то есть воспользоваться покрывающим индексом. То есть здесь все транзакции, которые добавлялись в записи, уже были завершены. Удаления записи не было. Обновления, которое по факту тоже является удалением, частным случаем, тоже не было. Соответственно, все записи в индексе актуальны, поэтому вот такой запрос explain select c1 from full where c1 меньше 500 он будет, может воспользоваться данными индекса без их дополнительной проверки. То есть индекс будет покрывающим. индекс only scan индекс only scan гораздо быстрее. Но тут еще важно понять то, что сама таблица создавалась путем автоинкремента. То есть фактически они лежат по порядку. Оно упорядочено по этому полю. Ну, поехали дальше. Ой, два одинакового слайда. Беда. Так, теперь сортировка. Значит, мы хотим, удалили индекс для примера, мы хотим отсортировать данные по c1. Select звездочка from с ними таблички order by. Индекса у нас сейчас нет. Мы его только что удалили. что произойдет в этой ситуации? В этой ситуации мы последовательно читаем. Еще раз напомню, что мы читаем снизу вверх. Точнее, даже вот это операция первая. Мы начинаем читать. Мы читаем, 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 и мы прочитали строчки. Теперь мы эти строчки сортируем. Вот здесь, кстати, можно обратить внимание на то, что стоимость начинается не с нуля. И начинаем сортировать. Сортируем, 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 сортируем. Молодцы. Отсортировались. Так, сейчас я вспомню, что вот этот вот кост значит. Это, по-моему, первый кост, это время на первую запись, скорее всего. Я сейчас сходу не отвечу, но по-моему, это время на первую запись. Вот, то есть, здесь результат будет только тогда, когда вся эта операция закончится. То есть, поэтому они почти равны. Но он сортирует, сортирует и выдает результат. А при этом видно, что прочитать все, в общем-то, стоит 18 тысяч условных единиц. А сортировка стоит 140 с лишним тысяч условных единиц. То есть, сортировка миллиона записей внезапно оказалась гораздо более дорогой операцией, чем их зачитывание. Можно вопрос? Да. А тут же начинается с ориентировки, получается 145 лидеров, всего 2-10. Нет, мне кажется, что вот это, я не помню точно, что значит вот это значение, я как-то на него особо внимания не обращал. Вот, но по-моему, ну, судя по тому, что здесь есть, это скорее время, когда получится первая запись после этой операции. То есть, есть какая-то операция, у нее есть две важных характеристики. Это сколько она будет обрабатывать все, и через какое время она выдаст первую запись. Ну, то есть, например, у вас есть таблица, вы начинаете читать. Вы знаете, что примерно прочитать всю таблицу на гигабайт занимает 10 секунд. Но первую запись вы получаете сразу. С сортировкой вы пока все не отсортируете, вы первую запись не можете отдать. Вот. Теперь, если создать индекс, мы создаем индекс и говорим, что мы хотим записи. И он говорит, мы будем читать индекс по порядку. Так, сейчас я. Что-то тут пошло не так. Да, я его раскопировал, похоже. Ладно, черт с ним. Здесь должно быть чтение индекса, к сожалению. но... Это гораздо дешевле, Ну, естественно. Сортировка дорогая операция. Чтение подсортированной последовательности гораздо более дешевое. Ладно. к сожалению, слайд не удался. Join. Теперь у нас есть новая табличка, которая гордо называется bar. И вот мы ее создали. ForeignKeyf никаких нет, индексов никаких нет, мы делаем join. Что произойдет в этой ситуации? Поскольку индексов у нас нет, то у Postgres нет никакого способа воспользоваться существующими индексами. Их просто нет. И он создает хэш-индекс. Делает последовательное сканирование таблицы, создает хэш-индекс. Делает последовательное сканирование второй таблицы и делает хэш-джоин. По условию fu1 равно bar c1 и выдает результат. Результат обрезанный по тысяче строк. То есть индекса нет, сначала строятся две хэш-таблицы и потом строятся уже происходит объединение. То есть по сути своей он построил хэш-индекс для данного конкретного запроса. Который после завершения выполнения этого запроса благополучно будет выкинут в утиль. Значит и еще одна важная деталь то, что изначально строит он хэш-индекс по меньшей таблице. Потом идет по большей таблице и находит записи, которые соответствуют условию. Понятно, что происходит? Нет? Почему третьим способом join не находят? А какой третий? Ну там смешанная, самая простая, которая только в моей истории не видела. Нести труп, потому что Нести труп будет выглядеть следующим образом. Мы берем запись из вот этой таблицы, из большей, пробегаемся по всей меньшей таблице, находим, ну там, запись, допустим, имеет значение C1 равно 1. Пробегаемся по всей меньшей таблице и находим там все записи, которые значение что у нас там? Тоже C1 равно 1. Нашли, просмотрели полмиллиона записей, нашли одну запись, вернули. Берем вторую запись из первой таблицы. C1 равно 2. Берем меньшую таблицу на полмиллиона записей, читаем ее всю, находим, которая, ну то есть количество чтений у нас получается размер одной таблицы, помноженный на размер другой таблицы. Миллион на полмиллиона это в общем-то длительная операция. Когда можно задешево посмотреть запись в соседней таблице, когда она проиндексирована и желательно поправим раке. То есть мы тогда можем быстро туда сбегать и посмотреть нужную запись без вот этой вот полного перечитывания всего полмиллиона записей просто ради того, чтобы найти одну. Ну очевидно, что миллион раз прочитать полмиллиона записи это не самое оптимальное решение. Так, усложняем задачу. Создаем индекс по полю c1 и говорим что делать? Что ты будешь делать в случае джойна? В результате происходит следующее. Идет сканирование по индексу c1 и последовательный скан по таблице фу. И вот на базе вот этих двух вещей то есть мы идем по большей таблице а из меньшей таблицы мы в nested loop будем лукапить по условию c1 равно фу. То есть он как раз воспользуется nested loop в данном случае вот эта операция получения нужной записи она будет заметно дешевле потому что он просто по индексу возьмет нужную запись это будет гораздо более эффективно чем миллион записей рассматривать если здесь убрать лимит то план запроса скорее всего еще раз поменяется по-моему тут тогда будет либо хэш либо мерч джойн а может и нести тут трудно предсказать как он решит так на что надо обращать внимание когда мы смотрим exploring значит первое и наверное самое очевидное что нужно смотреть это нужно смотреть места где у нас большой кост то есть если у нас операция с точки зрения суббд будет дорогой разумно посмотреть на нее в первую очередь второе что нужно смотреть последовательные чтения вот этот вот sequence scan почему потому что обычно это значит что у нас нету индекса есть исключение из этого правила если у нас какая-то таблица содержит 20 записей то там всегда будет sequence scan в любом случае последовательно прочитать быстрее ну просто потому что она маленькая вот если там какое-то более-менее разумное количество записей более-менее крупное тогда это повод посмотреть на этот участок дальше если идет какое-то вэа то большое количество записей отброшенных по фильтру это тоже признак того что что-то пошло не так это значит что в данном случае он просматривает либо записи в базе либо записи индекса но вот именно путем без использования магии индексов просто на простое сравнение и сортировка для большого количества записей тоже очень и очень дорогая операция если у нас опять-таки 20 записей то отсортировать их быстро если у нас миллион записей тогда печаль ну вернемся к нашим зомби значит я немножко сократил тот запрос и убрал из него рейтинг и у меня получился вот такой вот запрос вывести все комедии которые про зомби вот это вот несчастная база на 2 гигабайта в которой большая часть это собственно рейтинги все остальное это достаточно такой длинный джойн но он простой сам по себе если его выполнить то мы увидим что мы получим 21 строчку 21 зомби 21 фильм про зомби и выполняться он будет 2 миллисекунды ну 182 миллисекунды 2 десятых секунды почти если выполнить эксплейн этого запроса то мы увидим примерно следующую картину если выполнить этот запрос значит то можно увидеть эксплейн эксплейн текстовый обычно смотрится несколько страшно особенно для крупных запросов в pg-админе можно увидеть графический эксплейн выглядит он примерно следующим образом nested loop идет по фильмам и здесь идет просмотр жанров подсчет хешов подсчет хешей хеш-джойн хеш-джойн смуги жанр просмотр тегов при этом в тегах и в жанрах идет проверка на условия выборки мы это можем увидеть если наведем мышкой на эти поля когда откроем это дело в pg-админе ну это статическая картинка здесь мышкой наводить не получится здесь просмотр тегов и вот хеш-джойн 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 индексов никаких нет зато на данном варианте отображения очень хорошо видна стоимость запросов чем больше стоимость операции тем толще стрелочка еще можно заключить вывод что в общем-то все плохо значит если посмотреть текстовое представление то мы увидим примерно вот такую колбасу значит стена текста и что здесь важно и полезно первое очень много последовательного сканирования последовательное сканирование последовательное сканирование последовательное сканирование это дорогие операции от них надо избавляться это значит не хватает индексу фильтрация по названию которая вот эта строка rose removed by filter она ведь на монолайзе я сюда добавил отдельно просто просто для иллюстрации и видно что отсечено было почти все почти вся таблица индексов при этом опять-таки нету очень большая стоимость и в общем все грустно не хватает индексов не хватает стоимости самый простой вариант который вообще очевидное решение это добавить индексы какие индексы имеет смысл добавлять почти всегда почти всегда нужны индексы на foreign key просто не раздумывая вы их добавляете они будут потом использоваться и они во первых нужны для того чтобы делать join и во вторых они будут полезны если вы захотите либо ну удалить записи из родительской таблицы потому что при удалении записи из родительской таблицы в частности нужно проверить а если записи в дочерни без индекса это будет дорогой операции то же самое касается с обновлением записи когда меняется прайм реки ну от менять записи когда менять в записях прайм реки вообще плохая идея но тем не менее и в нашем случае идет явно запрос по названию и тегом по ним тоже нужно по индексу создать поскольку мы используем like текст паттерн опс индекс по названию фильма здесь за компанию в общем то не нужен для данного запроса далее индексы были созданы но статистики нету по этим то есть это как бы глобальные изменения лучше пересчитать статистику иначе можно получить ситуацию когда они будут использоваться не очень удачным способом нужно еще пересчитать статистику анализ так если выполнить предыдущий запрос кто-нибудь помнит сколько времени он до этого выполнялся он выполнялся где-то 182 миллисекунды сейчас он стал выполняться быстрее при этом сам запрос не менялся какой он был такой он остался в нем ничего не поменялось но время выполнения уменьшилось это раз в 15 если посмотреть на его explain то во первых можно сразу обратить внимание что стрелочки стали потоньше вот они не такие пугающие во вторых мы видим что здесь идет выборка по прайм-рекей здесь идет выборка по таблице с жанрами то есть он был благополучно используют индексы nested loop и в целом он выполняется гораздо более эффективно если воспользоваться с обт mysql то разница между выполнением запроса без индексами и с индексами будет гораздо более драматической почему потому что в mysql есть только nested loop и без индексов nested loop это кранты перформансу так дистинкт дистинкт провоцирует сорт так ну ну собственно вот он где дубликация пошла он убирает уникальные мы пошли дальше теперь если посмотреть на уровне текста мы видим что все секвен сканы ушли кроме одного он по-прежнему последовательно идет по таблице с жанрами но в целом это не страшно потому что жанров у нас 19 штук это игрушечная таблица которая очень и очень маленькая поэтому придумать сценарий по которым при котором использование индекса для 19 записи будет более выгодным чем просто пройтись по всей по этой таблице это такая ну это челлендж я не знаю не знаю такой ситуации когда 19 записи вот надо именно по индексу смотреть только если за сами записи очень большие например там лежат аватарки или фотографии фотографии лежит на 4 мегабайта каждая тогда 19 записи они будут так внушительно индекс по имени он будет уже заметно более гуманным вот но для таких маленьких таблиц последовательное чтение она будет предпочтительным теперь возьмем запрос который собственно оригинальный с рейтингами у нас теперь есть индекс он должен выполниться быстрее мы видим что он выполняется 10 и 9 секунды кто-нибудь помнит сколько он выполнялся до этого 7 и 7 то есть у нас был запрос он выполнялся долго мы создали индексы он выполняется еще дальше принципе это такой иллюстрация ситуации когда индексы могут навредить при выполнении запроса вопрос почему это произошло произошло это по следующей причине если посмотреть explain то можно увидеть что вот вот эта часть это на самом деле то что мы видели на предыдущих слайдах это выполнение получение фильмов снизу отдельно к фильму пристраиваются рейтинги и после получения фильмов стоимость получения фильмов получается очень и очень высокой у кого-нибудь есть предположение почему в этом запросе получение фильмов оказывается такой дорогой операции фильмов немного то есть мы знаем что фильмов 60 штук которые удовлетворяют этому условию есть предположение нет давайте вернемся к предыдущему запросу который и посмотрим почему он возвращает 21 запись ну отличается на самом деле только последней строкой нет если посмотреть внимательно на этот запрос то видно что здесь есть вот этот вот степ последний если его убрать что получится как вы думаете количество записи резко возрастет за счет чего откуда берутся дубликаты один и тот же фильм будет в результате выборки появляться несколько раз почему потому что у нас есть теги и у нас есть жанр с жанром все хорошо жанр привязан непосредственно к фильму а теги это теги которые поставил пользователь то есть у нас хранится пара тег пользователь и и если один пользователь поставил тег фильм про зомби второй пользователь поставил тег фильм про зомби 10 пользователей поставил тег фильм про зомби то мы увидим этот фильм по результатам данной выборки 10 раз поскольку теги ставят пользователи тегов может быть очень много у одного и того же фильма хотя визуально они одинаковы и вот собственно если этот дистинкт убрать то мы получим гораздо большее количество записей чем 21 штуку здесь и 60 штук здесь то есть мы видим что здесь берется среднее среднему в общем-то все равно сколько раз появится продублируются одни и те же строки для каждой строки рейтинга то есть у нас получилась следующая ситуация у нас есть фильм фильма допустим 100 тегов про зомби и 500 записей про рейтинг мы помножаем 100 на 500 и получается что в результате вот этого радостного джойна у нас будет на один фильм 50 тысяч записей вот просто из ниоткуда дальше он по всему этому делу радостно соберет среднее то есть и за счет вот этого количества тегов у нас получается вот здесь достаточно жирная стрелочка как от этого можно избавиться мы выбираем все фильмы которые нас интересуют уникальным способом ну по одной штуке и потом уже отдельно для них считаем рейтинги то есть изменение понятно что произошло или нет ну сейчас попробую проиллюстрировать на доске все зависит от конкретной ситуации чего значит чем плохие пост запроса под запроса вот чтобы понятно было вообще в чем проблема значит есть под запросы коррелирующие под запросы не коррелирующие и джойны значит под запрос коррелирующие это который использует данные внешнего запроса если если запрос выполняется наивным образом вот если субд не вытащит его наружу не превратит его в джойн тогда он будет выполняться на одну строчку то есть есть там какой-то запрос например собрать ну условно говоря среднее вот по рейтингу по рейтингу для фильма и этот запрос будет выполняться на каждый раз на каждую строчку значит в большинстве случаев это не самое дешевое удовольствие то есть это не джойн это вот именно последовательное выполнение однотипных запросов причем в безумных количествах значит поэтому этот вариант с точки зрения производительности самый печальный вариант с под запросом он плох по другой причине то есть если запрос не коррелирующий он может выполниться один раз и все хорошо но есть нюанс пока этот запрос не выполнится ну опять-таки если оптимизатор не развернет его в джойн вы не увидите результат выполнения запроса всего вы не получите первую строчку пока у вас не выполнится внутренний под запрос в случае с джойном вы начнете получать результат гораздо раньше в общем случае да ну есть пограничные варианты вот как например здесь когда у нас выносится в под запрос не потому что мы джойн не можем сделать а потому что нам нужна здесь группировка нам нужно отсечь дубликаты то есть мы добавляем отдельную операцию и опять-таки если посмотреть на этот запрос то как ты не мучайся с ним но получить вот отсортировать по рейтингу мы не сможем пока мы не получим весь результат в любом случае то есть ситуация что у нас есть запрос но мы теряем возможность быстрого получения первой записи у нас такой проблемы нет у нас нет возможности получить первую запись быстро вот вот никак то есть что он с джойном что он без джойна первую запись мы не получим до тех пор пока он весь не просчитается поэтому вынесение части ну вынесение части данных в под запрос оно не является проблемой да вот последний джойн он во втором случае начнется до того как все посчитается сейчас я попробую так попробую нарисовать запросики чтобы как-то более конкретно значит значит вот это самый простой самый канонический вариант джойна теперь попробуем с под запросом не коррелирующим так вот теперь вот 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 Так, это вариант с некоррелирующим подзапросом. Теперь с коррелирующим. Ну, собственно, вот это, как бы, классическое поведение, ну, классический пример, скорее. Так, это, как бы, классическое поведение, ну, классическое поведение, ну, классическое поведение. Так, вот, значит. В вашем случае, насколько я понимаю, вы хотели сказать про немножечко, скорее вот, про подвид вот этого запроса. Сейчас я его напишу тоже. Даже, наверное, вот так лучше. Так, это у нас будет F. Вот у нас будет B. Вот у нас 4 запроса. Все они делают абсолютно одно и то же. Значит, это вариант с join, это вариант с некоррелирующим подзапросом, потому что здесь select x from bar может выполниться независимо от внешней части. Это вариант с коррелирующим подзапросом. Select звездочка from fu, v exists, и дальше здесь используется fu от x. Ну, x от этого, от таблицы fu. Вот, это тот вариант, про который был вопрос, если я правильно понимаю. Похож или нет? Да. Вот, значит, здесь, ну, Sodom и Gomor. Значит, по поводу производительности. Если взять Postgres и скормить ему все 4 запроса, то во всех 4 запросах мы получим абсолютно одинаковое время выполнения. Абсолютно одинаковый план. Потому что у него хватит понимания, чтобы развернуть его вот к такому виду. Если мы возьмем, скажем, MySQL 5.4 или 5.3, я сейчас могу соврать. Ну, 5.3 для верности, он постарее. Скормим его вот такой запрос, то он сделает следующий кульбит. Он создаст временную таблицу, в нее выгрузит вот этот. Вот, создаст еще одну временную таблицу, в нее выгрузит вот этот запрос. И потом по ним сделает join. То есть, на ровном месте он сделает кучу лишних действий. Если взять последнюю версию MySQL 5.6, то у него хватит ума сообразить, что эти скобочки, в общем-то, ему без знатности. И он выполнит этот запрос вот именно так же, как вот этот. Если взять, скажем, тот же самый MySQL и скормить ему вот такой запрос. В версии 5.6 у него хватит разума вот этот вот in развернуть. 5.4 и 5.5, если мне память не изменяет, он сначала выполнит подзапрос во временную таблицу, а потом уже будет с ним join. И тоже касается 5.4 и, соответственно, 5.5 для нижнего запроса. Насколько я помню, он будет корчиться в муках, пока, собственно, его не пристрели. То есть, он для каждой строчки вот этого запроса будет выполнять вот этот подзапрос. То есть, в случае с использованием вот нижних двух вариантов, вы очень сильно полагаетесь на планировщика. И планировщику нужно сообразить, что, в общем-то, надо преобразовать его в join. Чем больше действий нужно сделать планировщику для того, чтобы понять, как оптимально выполнить этот запрос, тем хуже. Почему? Потому что вариантов выполнения запросов много. Разные стратегии могут сработать по-разному. Поэтому, если, не дай бог, не сработает вот эта оптимизация, вы получите резкое проседание перформанса просто на ровном месте. Поэтому, чем ближе запрос к тому, как его надо выполнять, скажем так, чем более точно вы объясняете с УБД, что вы от него хотите, тем лучше. Да. В случае самого верхнего запроса, если мы добавим, например, линь-10, то, если не очень умный планировщик, то он все равно сделает выбор по первому запросу, выбор по второму запросу, потом в join, потом оторвет. Да. Это чудеса неэффективности будут. Ну, надеяться на планировщик – идея плохая, на самом деле. То есть, то, что он позволяет выполнить запросы быстро – это хорошо. То, что он вместо трех минут выполнил запрос за 7,7 секунд – это хорошо. Но скармливать ему запросы, которые написаны плохо – это плохая практика. Потому что рано или поздно оно может выстрелить. Вы захотите использовать, например, вторую СУБД. То есть, ну, к примеру, на лодах была следующая ситуация. Была СУБД MySQL изначально, потом мы мигрировали на Postgres, а для юнит-тестов использовалось все это время H2. H2 – там тоже планировщик не блещет разумом, но у нее была одна киллер-фича. Она могла работать в in-memory. То есть, не нужно создавать базу на диске, база создается в памяти, и пока база маленькая, она работает просто мгновенно. Для тестов это было самое милое дело. На боевую H2 ставить самоубийство. Но, собственно, запросы и туда, и туда, и туда шли одни и те же. Соответственно, составлять их приходилось так, чтобы каждая СУБД их понимала вот по-человечески. В частности, например, с делитом очень нехорошая ситуация вышла. Потому что, если, допустим, мы хотим удалить из фу, то нам может пригодиться следующий запрос. DELETE FROM FOO DELETE FROM FOO WHERE X IN SELECT X FROM BAR Вот. Проблема данного запроса, вот конкретно вот этого с делитом, заключается в следующем. С точки зрения стандарта SQL, это, по-моему, единственный способ, который гарантированно позволит удалить все записи из таблицы фу, у которых X равно, ну, вот в этой вот табличке. То есть, куча синтаксических расширений там с DELETE FROM JOIN, DELETE FROM USING, это, как бы, у каждой СУБД они свои, но, тем не менее, они являются расширениями нестандартными. При этом, в MySQL до версии 5.5, включительно, если мне память не изменяет, вот этот вот нижний запрос, под запрос, выполнялся не просто как под запрос, а как коррелирующий под запрос. И у меня была табличка BAR, ну, она немножко по-другому называлась, но сути это не меняет, в которой было 100 записей. Здесь вместо поля X было ID, а в табличке фу было 10 миллионов записей. То есть, мне надо было просто удалить 100 записей с таблички фу. Они удалялись 40 минут. Это было крайне неприятно. То есть, потом запрос был переписан, чтобы он выполнялся, миллисекунды. Но самое обидное в этой конструкции было то, что переписать, его пришлось, помимо того, что его пришлось переписать, пришлось добавить вилки для каждой СУБД. Потому что они все разные. Так, продолжаем разговор. Подсказ на эту тему очень хорошо работает. У него все хорошо. Он белый, пушистый. И я еще раз говорю, что все четыре варианта он выполнит одинаково хорошо. Он выполнит их одинаково и выполнит их хорошо. Даже так. Так, здесь, на чем мы остановились, я уже забыл. Да. 486 миллисекунд. Мы получили 60 строк. За счет чего? За счет того, что убрали вот этот вот ком записи, взрывной рост количества записей за счет картового произведения между тегами фильмов и рейтингами. У нас получается примерно вот так. Теперь у нас самая жирная полоска здесь. Что можно с этим сделать? С этим сделать можно следующий кульбит. Мы можем создать рейтинг, индекс по рейтингу, который содержит себе сам рейтинг и идентификатор фильма. Чем это отличается от существующего индекса, который содержит только идентификатор фильма? Как вы думаете? Вот она. Рейтинги. Их много. Пользователи любят ставить лайки. Суть данного изменения в том, что в данном конкретном случае у нас вся информация для получения рейтинга получается внутри этого индекса. Как идентификатор фильма, так и сам рейтинг. Нам не нужно смотреть в таблицу с рейтингами. Нам достаточно этого индекса. И мы получаем еще чуть-чуть более быстрое выполнение этого несчастного запроса. То есть сейчас мы те же самые 60 строк получаем 82 миллисекунды. Причем идеологически у нас запрос не менялся. То есть он немножко был переписан вот здесь. И было построено несколько индексов. Время сократилось от 7,7 секунд до 82 миллисекунд. То есть, грубо говоря, хост-грэстон будет когда фильм выбирать, он еще и рейтинги заодно сортирует? Нет, мы… Индекс с рейтингами. Индекс именно. В случае, если у нас индекс непокрывающий, он должен найти рейтинги в индексе и сходить в саму таблицу с рейтингами для получения реального значения рейтинга. Потому что в индексе его нет. Индекса мы читаем, последовательное чтение. То есть, индекс с рейтингами мы прочитали, получили, последовательно прочитали список всех рейтингов для фильма. Но это будут записи с рейтингами, их адреса. А дальше мы должны сами записи прочитать, чтобы уже получить значение рейтинга, вот эту циферку, которую пользователь поставил. В случае с покрывающим индексом, вот эта циферка у нас попадает в индекс. Она в индексе лежит. Мы ее можем оттуда брать. Ну, там что-то менялось, поэтому у меня без вакуума она не захотела. Это так, для гарантии. Нужно, чтобы там не было удаленных и измененных записей, которые не видны для текущей, ну, могут быть потенциально не видны для текущей транзакции. Вот как-то так. О том, как этот запрос ускорить еще сильнее, мы поговорим на следующей лекции. Вот. Ну, собственно, вот план текущий.